Мы получили это дело с тылым январским утром, когда кажется, что солнце ни за что уже не выползет из-за горизонта. Мы с напарником заканчивали ночную смену. Из тех, от которых, как я надеялась, навсегда избавлюсь, перейдя в отдел убийств. Неизбывно тоскливую, предельно бессмысленную, сплошь сводившуюся к писанине. Два подонка решили завершить свой субботний вечер танцами, используя голову третьего подонка в качестве танцпола. Причины этого решения они не могли объяснить никому, даже себе. Мы отыскали шесть свидетелей. Каждый из них был пьян в сосиску, каждый рассказывал историю, сильно отличавшуюся от остальных пяти, и каждый считал, что нам необходимо выкинуть из головы это никому неинтересное убийство и срочно заняться расследованием по-настоящему серьезных правонарушений. Например, почему его выкинули из паба, какого хрена ему впарили некачественную травку или с чего эта подружка решила его бросить. Когда свидетель номер шесть велел мне выяснить, почему его куколка по ходу свалила, я уже почти ответила, потому что такого кретина и гуманоидом-то не назовешь, и собралась выгнать этих шестерых говнюков на мороз, но, по счастью, у моего напарника куда больше терпения, чем у меня. Это, помимо прочего, и объясняет, почему мы работаем вместе. В конце концов, нам удалось вытянуть из четырех придурков показания, которые соответствовали бы не только друг другу, но еще и уликам с места преступления. Теперь одного из подонков ждало обвинения в убийстве, а другого — в нанесении тяжких телесных повреждений. А это значит, что в каком-то смысле добро снова восторжествовало. Правда, в каком именно смысле, я понятия не имею. Мы завели на подонков уголовное дело и уселись печатать протоколы допросов и свидетельских показаний, чтобы к утру они лежали на столе у шефа. Стив сидел напротив и что-то насвистывал. Обычно, когда я слышу такое, меня так и подмывает учинить свистуну телесные повреждения средней тяжести. Но Стив насвистывает что-то очень верное, старое, полузабытое из детства. И чуть отстраненно, приглушенно. Свист прерывается, когда у него что-то не ладится с протоколом, и возобновляется стрелями и переливами, когда писанина возвращается в правильную колею. Стив, жужжение компьютеров и зимний ветер за окнами. Пустота и тишина. Отдел убийств расположен в Дублинском замке, прямо в центре города, но чуть в стороне от туристических маршрутов и модных местечек. В нашем здании стены очень толстые. Даже шум утренней движухи с Дамм-стрит доносится только мягким неясным гулом. Стопки отпечатанных протоколов на столах в перемешку с фотографиями и накорябанными записками выглядят так, будто это полностью заряженные гаджеты, которые в любой момент могут быть приведены в действие. За окнами темнота постепенно сменяется предрассветной мглой. В комнате пахнет кофе и горячими батареями. В такие минуты, когда ночная смена катится к концу, мне здесь даже нравится. Мы со Стивом знаем все формальные причины, по которым нас суют в ночные смены. Мы одиночки. Жены, дети и мужья не ждут нас дома. Мы самые молодые в отделе. Мы можем переносить утомление лучше старпёров, которым вот-вот на пенсию. Мы в отделе считаемся зелеными новичками, даже я. Служишь всего два года? Ну и жри полной ложкой. Вот мы и жрём. Это тебе не полицейский участок. Там, если твой начальник козёл, ты всегда можешь подать рапорт на перевод. Другого отдела убийств не существует. Он единственный. Если ты хочешь здесь служить, так получай всё, что к тебе прилетает. Мы оба хотим. Некоторые работают в убийствах ещё с тех пор, когда я даже не подозревала о существовании отдела. Они проводят свои дни в опасных, как лезвие ножа, интеллектуальных сражениях с гениями-психопатами, точно зная, что лишь шаг отделяет победу от ещё одного неопознанного трупа. Но мы со Стивом можем только смотреть на этих психопатов, когда их ведут мимо комнаты для дознаний, где мы в очередной раз пытаемся расколоть какого-нибудь супруга года из нескончаемой череды домашних насильников, которых с готовностью подсовывает нам шеф. Просто чтобы довести меня до белого колени. Мудаки, устроившие танцы на голове, скорее, приятное исключение. Стив нажал печать, и подшуршание принтера спросил. «Ты закончила?» «Почти». Я пробежала глазами рапорт, выискивая опечатки. Очень не хочется получить взбучку от шефа из-за пустяка. Стив заложил руки за голову и потянулся так, что стул под ним жалобно закряхтел. «Ну что, попиньте! Ранние заведения уже наверняка открылись!» «Ты что, издеваешься?» «Ну надо же отпраздновать!» Настроение у Стива, похоже, было получше, чем у меня. Подарив ему взгляд, который должен был изменить эту нездоровую ситуацию, я процедила. «Отпраздновать что?» Он ухмыльнулся. «Стиву 33. Он на год старше меня, но выглядит значительно моложе. Эдакий симпатяга из колледжа. Худой, долговязый, рыжие волосы торчат во все стороны и неумолимая жизнерадостность. «Мы взяли их!» «Ты не заметила?» «Даже твоя бабушка справилась бы запросто». «Возможно, и пошла бы выпить пинту потом». «Она что, закладывала за воротник?» «Вообще из запоя не выходила. Я всего лишь пытаюсь соответствовать семейным стандартам». Он вытащил листы из принтера и начал сортировать. «Да ладно тебе, пойдем!» В другой раз. Праздновать мне не хотелось. Хотелось пойти домой, переодеться, выйти на пробежку, сунуть что-нибудь в микроволновку, немного поразжижать мозги телеком, а потом завалиться спать. И тогда я буду готова к следующему раунду. Дверь распахнулась, как от пинка, и в комнату заглянул наш суперинтендант О'Келли. По утрам он всегда так делает, чтобы убедиться, что никто не спит на посту. Обычно он приходит весь такой гладкий и розовый, после душа и хорошего завтрака, зачес на лысине, залюбуешься. Я, конечно, не могу утверждать наверняка, но, по-моему, он это делает нарочно, чтобы подразнить бедняк, пропахших ночной сменой и несвежими пончиками из ближайшего магазина. А может, просто характер такой. Этим утром, однако, он выглядел слегка потрепанным. Мешки под глазами, на рубашке чайное пятно. Его вид хотя бы отчасти компенсировал мне еще одну ночь, проведенную в этой комнате. «Морон!» «Конвей!» — сказал он, подозрительно оглядывая нас. «Есть что-нибудь интересное?» «Уличная драка», — ответила я. «Один пострадавший». Все так ненавидят ночные смены не только из-за их разрушительного воздействия на личную жизнь, но еще и потому, что по ночам не происходит ничего интересного. Хитроумные убийства с запутанными историями и головокружительными мотивами могут, конечно, случиться и ночью, но известно о них станет только утром. Единственные убийства, которые происходят по ночам и о которых ночью же становится известно, совершаются пьяными мудаками, а единственный мотив пьяных мудаков сводится к тому, что они пьяные мудаки. — Рапорт будет у вас на столе. — Ну, хорошо, что хоть чем-то занимались. Вы совсем там разобрались? — Более-менее. Сегодня вечером подчистим все концы. — Ладно, — сказала Келли. — Тогда можете заняться вот этим. И он протянул нам листок с сообщением о вызове. На минутку я, ну не дурочка ли, воспарила. Если вызов лег прямо шефу на стол, а не, как обычно, через дежурного попал к нам в комнату, значит, дело серьезное, значит, речь о чем-то очень важном или сложном или деликатном, чего не поручишь просто следующему по списку. Здесь нужны подходящие люди. По одному хмыканью, раздавшемуся из комнаты шефа, парни выпрямляются за своими столами и начинают делать пометки в блокнотах. Один его знак, и мы со Стивом наконец-то соскочим со скамейки вечных запасных и выйдем на поле в большую игру. Я сжала руку в кулак, превозмогая желание выхватить у него листок. «Что это?» О'Келли фыркнул. «Можешь притушить этот голодный блеск в глазах конвой. Я просто подхватил это по пути, чтобы Бернадетте не пришлось мотаться туда-сюда. Патрульные на месте преступления говорят, что выглядит это как бытовое насилие, без вопросов». Он бросил бумажку мне на стол. Я ответил, что мы, конечно, очень благодарны за помощь следствию, но это вы им сообщите, что и как выглядит. Никогда ведь не угадаешь наперед. А вдруг вам повезет, и это серийный убийца? Просто подхватил по пути. «Мда, как же!» О'Келли принес этот листок, чтобы насладиться выражением моего лица. Я не шелохнулась. «Сейчас придет дневная смена, а вы уже здесь. Если у тебя намечается бурное свидание, я бы советовал побыстрее все распутать. Но мы работаем над отчетами». «Иисусик, онвей! Мне не нужны рассказы Джеймса, долбанного Джойса. Давай сюда, что там уже понаписала, и поторопись. Ехать-то в Стони Баттер, а эти козлы снова все перекопали рядом с пирсами». Секунду спустя я нажала кнопку «Печать». Стив, этот же полис, уже обматывал шею шарфом. Шеф покосился на график дежурств на доске. «Нужно, чтобы в этом деле вас кто-то подстраховал». Я просто почувствовала, как Стив телепатирует мне, сохраняя спокойствие. С бытовыми преступлениями мы и сами справимся, занимаемся ими с утра до ночи. И кто-нибудь поопытнее научит вас заниматься ими с толком. Сколько времени вы распутывали ту историю с молодой румынкой? «Пять недель?» И это с двумя свидетелями, которые видели, как ее парень всадил в нее нож. А пока вы копались, прессы эти, что за права человека, кричали про расизм, и, мол, если бы речь шла об ирландской девушке, мы бы уже давно всех арестовали. Свидетели не хотели с нами разговаривать. Взгляд Стива умолял. «Антонетта, заткнись уже!» Но было поздно. Я подставилась. О, Келли, только того и надо было. «Вот именно! И если они и сегодня не захотят общаться с вами, мне нужен кто-то опытный, чтобы сумел их разговорить!» О, Келли постучал по доске. «Бреслин сейчас заступает. Возьмите его, он хорошо умеет работать со свидетелями!» «Бреслин занят», — возразила я. «Наверняка у него есть дела поважнее, чем нянчиться с нами и разбазаривать свое драгоценное время». «Это точно! Но он поедет с вами, поэтому не разбазаривайте его драгоценное время!» Стив кивал головой, одновременно изо всех сил транслируя прямо мне в мозг. «Заткнись! Все могло быть гораздо хуже!» И он прав. Могло. Я не стала продолжать дискуссию. Сказала вместо этого. «Позвоню ему по дороге». Взяла со стола листок и сунула в карман. «Встретимся с ним на месте». «Уж будь добра, проследи, чтобы так и произошло! Бернадетта отправит туда судмедэксперта и техников, а я подкину пару практикантов в помощь. Надеюсь, чтобы раскрыть это дело, вам не понадобится вся королевская рать». Подхватив из принтера мой отчет, О'Келли направился к двери. «Да, и если не хотите, чтобы Бреслин обсмеял обоих, выпейте, попиньте кофе, а то видок у вас!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok